Боевое братство Наблюдаем, вы очень активные участники общественной жизни нашего региона. Сегодня основные направления работы каковы? Ну, конечно же, основная, так скажем, задача, которая поставлена нашим президентом Владимиром Путиным, это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения граждан России. В этом мы принимаем активное участие на территории нашего Серпуховского края. Вот так вот десантики мы, так сказать, называем то место, где мы проживаем. Конечно же, для нас это очень важно. Безусловно, мы принимаем активное участие непосредственно в вопросах, посвященных специальной военной операции. Вот, например, в прошлом году, когда началась у нас частичная мобилизация в России, представители наших организаций, Протвино, Серпухов, опять же, Союз десантников города Серпухово, мы принимали активное участие в подготовке наших ребят, мобилизованных, для участия в специальной военной операции, которая проходила на территории нашей военной академии РВСН. Имя Петра Великого. Поэтому вот наша позиция такая. Более того, также мы принимаем участие в сборе гуманитарного груза, который мы направляем в зону специальной военной операции. Ну, конечно же, стараемся это делать точно тем подразделениям, которые нуждаются. Ну, вот такие вот нас акции. Ну, и, конечно же, такая вот одна из, ну, не совсем радостных, такая вот история, которую мы ведем, это, конечно же, увековечивание памяти погибших. Тех ребят, которые не только вот у нас ветераны боевых действий, умирают здесь на территории, так сказать, нашей большой России, но и тех же самых ребят, которые погибают в зоне специальной военной операции. Мы принимаем груз 200, так называемый, вот, организуем должным образом достойные проводы в последний путь. И, конечно же, в части увековечивания памяти погибших устанавливаем памятные доски, как на примере это было в городе Портвино, сделанном по инициативе нашей организации. Там мы открывали участнику специальной военной операции Максима Шишкова, который погиб 13 июля 2022 года. Открыли на гимназии ему доску. Также обновили предыдущую, установленную нами доску. У нас там был еще один ветеран боевых действий, который учился в данной школе, в гимназии. Это у нас Станислав Сметанин, тоже ветеран боевых действий, воевал и погиб на таджико-ганской границе, вертолетчик-офицер. Более того, вот, получается так, что 25 марта, потом 1 апреля, совместно с руководством филиада Академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майором Морозовым Андреем Евгеньевичем открывали две доски нашим ребятам, которые в свое время оканчивали данные училища военные и погибли в зоне специальной военной операции. Герой Луганской народной республики Кудрин Денис, вот, командир специальной роты «Хулиганы», вот, по его позывному было, так скажем, было создано данные роты. Вот он там активно принимал участие с 2014 года. И второму парню, которому открывали доску вот в 1 апреля, это у нас Демкин Александр, значит, опять же, указан президент Российской Федерации, ему присвоен орден мужества посмертный. Вот эти вот наши ребята, наши земляки, которые принимали участие и, к сожалению, погибли. А вы вообще помните, вот, 24 февраля 22 года, да, президент объявил о начале СВО, вот, в тот день, о чем вы тогда подумали? Да, вспоминаю, на самом деле, те моменты, очень было волнительно. Объясню, почему. Потому что на территории ЛДНР, так вот по моей судьбе, я присутствовал с 2015 года, так скажем, ну, в разных местах, с разными отдельными поручениями и так далее и тому подобное. Вот, и скажем, более того, конечно же, жители Луганской и Донецкой республик, они, конечно же, ждали российского вмешательства, принятия таких вот, так скажем, мер и такого указа президента нашим, потому что, ну, людей надо было спасать. К сожалению, получается так, что вот в сегодняшнем современном мире, а именно в 2023 году, нам, российским, русским солдатам, многонациональной, так скажем, нашей армии, приходится бороться вот с этим фашизмом, нацизмом, который процветает в те самые вот современные наши годы. Ну, вы сами были в зоне боевых действий, вот, какие задачи там выполняли, есть, что можно рассказать? Ну, скажем так, периодически посещаю те направления, по поводу задач, этот вопрос я уберу, я езжу не только, так скажем, с гуманитарными миссиями, а также с отдельными поручениями в рамках, так скажем, поставленных от Министерства обороны. Когда была последняя командировка? Ну, была крайняя командировка перед Новым годом, вот, была Херсонская область, опять же, так сказать, навестили наших ребят, доставили все необходимое, это вот 45-я бригада спецназа ВДВ, те ребята, которые выполняют действительно очень серьезные задачи, ну, к сожалению, конечно, мы теряем наших товарищей. В принципе, вот, какое настроение у ребят на передовой? Ну, настроение, безусловно, боевое, более того, могу сказать, они все чувствуют нашу поддержку, и вот такой вот простой пример, значит, вот, буквально, там, в прошлом месяце приезжал один из мобилизованных города Протвино, который посещал одну из протвенских школ, в общем-то, так сказать, выражал слова благодарности нашим ученикам, которые пишут письма, поддерживают наших боевых товарищей, рисуют рисунки с словами благодарности и поддержки, и, скажу, более того, вот, нашим боецам выразил глубочайшая, так скажем, любовь к нашему подрастающему поколению, потому что, он говорит, это очень дорогого стоит, когда люди понимают, для чего мы там находимся, нас поддерживают, и вот он сказал так, что, значит, когда их подразделение получило письма, это неважно, Протвино, письма, Сербахово, там, с другого региона нашей необъятной родины, от нас, от россиян, он сказал, что мы, значит, коллективом своим собрались, в общем-то, и, ну, в рамках политической работы с личным составом читали письма, после этого, говорит, настолько поднялся боевой дух наших ребят, что прям все сказали вперед в атаку, и, в общем, вот, по факту. Как сегодня в Протвино организована сбора гуманитарной помощи? Есть какие-то конкретные пункты, где вот принимают гуманитарную помощь, и насколько жители вообще активно к этой работе подключаются? Жители к этому вопросу подключены активно, значит, у нас существует несколько пунктов сбора гуманитарной помощи, один находится при Центре молодежи инициатив, есть у нас такая Ольга Ивановна Шевченко, директор, она активно работает в данном направлении, более того, взаимодействует, значит, со всеми мобилизованных, вопросы, которые касаются, ну, там, разных нюансов, там, бытовых и всего остального, стараемся в срочном порядке, в первую очередь, все это дело решать. Второй пункт гуманитарной помощи у нас находится, значит, есть у нас такое место в Протвино, ну, так общеизвестное бывшее ателье, вот, в котором находится фонд имени Максима Шишкова, значит, там Оксана Саниславовна, это мама Максима, она вот все это дело ведет, организовывает, и также точно они все направляют, значит, в город Иваново, в десантную часть, как раз которой служил Максим. Четко все доставляется, все хорошо, ну, в общем, вот так. Ну, в принципе, гуманитарная помощь собирается вот для каких-то конкретных, да, я так понимаю, частей, людей и так далее. Я думаю, что не совсем, как бы здесь по необходимости, которые заявки поступают от ребят с передовой, в общем, сказать, и по необходимости направляется точно. Люди несут от мала до велика, скажу по факту, конечно же, в том числе и моя семья лично принимает в этом участие, начиная со школ, детских садов, ну, и, соответственно, вот такими молодежитерскими движениями, которые мы организуем по городу. Буквально, вот, на прошлой неделе в город Портвино приезжала, так скажем, бригада по сбору гуманитарной помощи, организованная партией «Единая Россия» и, опять же, нашими близкими друзьями, компании, общественной организации «Русич», которые организовали данный сбор и, соответственно, дальше будут направлять нашим ребятам на передовую. А вот, кстати, как, в принципе, вы взаимодействуете с общественными организациями «Серпухова», с кем дружите, с кем вместе работаете? — Значит, могу сказать следующее. У нас есть в городе «Серпухово» союз десантников города «Серпухово», ну, который объединяет, как я уже сказал, десантуры всего Серпуховского края, куда входят и Портвино, и Пущино, соответственно, Боленск. Вот, затем организация общественная «Русич», с которой мы очень плотно взаимодействуем, организация боевого братства города «Серпухово», а также союз офицеров при военкомате, вот, там, Курилов Владимир Григорьевич, который, в том числе, у нас взаимодействует со стороны военкомата с нами, и также вот он ведет активную работу по, ну, так скажем, созданию вот этой базы по нашим ребятам, которые погибли. — А как-то вы взаимодействуете с семьями тех, кто сегодня выполняет боевые задачи? — Конечно, безусловно. Вот, допустим, на территории города Портвино у нас отдельная, так скажем, по ним работа. Как я уже сказал, данное направление поручено Центру молодежных инициатив, у них есть специальный волонтер, который с ними находится на связи практически круглосуточно, и, в общем, в этих, скажем, в рамках вот этих отношений мы оказываем полное, плотное взаимодействие и, конечно же, помогаем во всех вопросах. — А как вот, кстати, с молодежью работаете? В совместные какие-то мероприятия, встречи, беседы увлечь? Тут важно вот, да, заинтересовать их? — Ну, с молодежью все очень просто. Вот на примере нашей организации, организации боевых братств в городе Портвино, могу сказать следующее. Значит, это четкое, систематичное проведение уроков мужества по всем общевразовательным учреждениям нашего города. Начиная с 2014 года у нас вырублен порядок следующего графика. В декабре мы обходим все школы. Ну, у нас там мероприятия, посвященные, значит, контрнаступлению, битву за Москву, как раз на нашем рубеже обороны, в Серпуховском крае, где мы с вами проживаем. Также мы на этих уроках говорим о современной России, вооруженных силах, ну и, конечно же, касаемся уже вопросов СВО. Затем такие же мероприятия мы проводим в феврале месяце, посещая все протвинские школы. Тематика, соответственно, затрагиваем и афганские события, ну, говорим, опять же, про современную армию, про популяризацию службы вооруженных сил Российской Федерации. И такая же ситуация вот сейчас, буквально на следующей неделе, мы будем планировать эти мероприятия для того, чтобы проводить их 9 мая, к Дню Великой Победы, опять же, все учебные учреждения нашего города. Говорим, соответственно, о том замечательном дне, когда наши предки ценой в своей жизни даровали нам этот мир, разбили фашизм и, в общем сказать, произошло такое замечательное событие, как День Победы, 9 мая. Ну и, безусловно, мы поднимем вопрос, касающийся современной службы вооруженных сил Российской Федерации и, соответственно, самого СВО. Ну вот вы уже немножко рассказали о том, что ведете большую работу по сохранению памяти погибших, в том числе и на территории Серпухова. Что в планах, в ближайших планах, в принципе, какая работа будет проводиться? Ну, если так скажем, чуть-чуть так скажем, ну о реалиях, да, у нас сейчас есть несколько ребят мобилизованных и контрактников, которые пропали без вести. Вот, конечно же, первоначальная задача помочь этим семьям найти наших ребят. Ну, к сожалению, возможно, скорее всего, погибшими. Но вот этим вопросом мы занимаемся. Буквально недавно у нас прошло рабочее совещание, на котором присутствовали все общественные организации. Значит, данное совещание было организовано заместителем главы города, городского округа города Серпухов, Орловой Татьяной Анатольевной. Вот на этом совещании поднимались вопросы по поводу объединения всех семей погибших, единый, так скажем, коллектив для того, чтобы вот те проблемы, с которыми мы коснулись, они не оставались в стороне. В общем-то, непосредственно мы помогали, мы поддерживали, ну, в общем-то, так сказать, жили вместе с ними. Потому что, скажу более того, значит, у нас на территории нашего Серпуховского края уже давно существует комитет солдатских матерей, который объединяет мамочек, называемых мамочками просто, вот так вот, от сердца, от нашего, это те мамочки, которые потеряли своих родных и близких в период афганских событий. То есть это будет одна общая организация для членов семей погибших ребят, в принципе, во всех горячих боевых точках? Ну, это будет не организация, это будет некое объединение. Да, безусловно, чтобы все они друг друга знали, понимали, и проблемы, с которыми они сталкиваются в эту, извините, пожалуйста, это теперь наша задача им помогать и выполнять. Есть, что я вот так. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое за беседу, удачи и успехов. Пользуясь случаем, хочу, значит, сагитировать наших ребят, наше молодое подрастающее поколение. Сейчас 1 апреля начался весенний призов, поэтому, пожалуйста, прошу вас не бегать от армии, а приходить в военный комиссариат городских округов Серпухов-Портено-Пущино, соответственно, получать повестку и идти в вооруженные силы Российской Федерации, служить во благо великого нашего государства, великой России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин